Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым Жамар Такаев оживленно общаются перед совместным фото на форуме в Ашхабаде 29 июня. Это первая заграничная поездка Владимира Путина с начала войны в Украине. Но напряженность ощущается даже в отношениях с дружественным Казахстаном. Особенно после того, как Такаев, сидя всего в нескольких метрах от Путина на подиуме Санкт-Петербургского экономического форума, отказался признать независимость так называемых ЛНР и ДНР. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Еще в апреле Такаев заявлял, что не будет помогать России обходить западные санкции. Но параллельный импорт в Россию идет в том числе и через Казахстан. Накануне правительство республики вынесло на всеобщее обсуждение законопроект о запрете транзита в Россию товаров, которые находятся под санкциями. А за день до этого Россия в очередной раз заблокировала экспорт нефти из Казахстана в ЕС. Политолог Аркадий Дубнов считает, что законопроект не вступит в силу. Но, тем не менее, это четкий сигнал Кремлю. Это такая метка, посланная из города Нур-Султан в город Москву и призванная показать, что, друзья, если вы считаете, что с нами можно делать все, что хотите, выкручивать нам руки и запрещать нам экспортировать нашу нефть, в том числе, между прочим, и вашу тоже российскую, по КТК, без глубокого на то обоснования. И понятно, что это исключительно политический жест, исполненный в виде предупреждения и наказания непослушных. Так вот, господа, друзья, не надо так думать. Мы большая страна, у нас есть свои интересы, у нас есть свое достоинство. Просто имейте в виду, что мы не будем идти у вас абсолютно на поводу. 5 июля суд Новороссийска распорядился на месяц приостановить работу морского терминала, через который проходит основной поток казахской нефти в Европу. Это произошло на следующий день после того, как Такаев пообещал помочь ЕС с поставкой энергоносителей. Такаев – человек выдержанный, хорошо воспитанный, невозмутимый, политически, так сказать, мотивированный. И он действует так, как, в общем, действует политик, осознающий значение своего государства, его ресурсы, его возможности для реализации интересов этой страны. Вот он буквально сегодня, по-моему, уже отдал указание рассмотреть другие варианты экспорта казахстанской нефти за рубеж, на запад. Рассмотреть транскаспийский маршрут, который идет из Китая через Казахстан, через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и дальше в Турцию по югу Европы. То есть в обход России. Эксперты считают, что Казахстан старается проводить независимую политику и все чаще смотрит в сторону Китая и Турции. Казахстан много лет придерживался многовекторной политики прежде всего, но последние 7-8 лет после подписания соглашения о таможенном союзе, Евразес, последнем ЕАЭС, то есть с начала интеграционных процессов получается так, то, что Казахстан пришел к пути, когда многовекторность была лишь только на бумаге, но полный курс внешний выстраивался вокруг России. Однако последние события говорят о том, что Казахстану не надо быть ближе к России. События января этого года, когда в Казахстане вспыхнули массовые акции протеста и были введены войска ОДКБ, также повлияли на отдаление страны от России, считают эксперты. В частности, Такаев неоднократно подчеркивал, что не Россия тогда помогла Казахстану, а ОДКБ. Но ссориться с Путиным Такаев тоже не спешит. На экономическом форуме в Катаре он назвал их отношения близкими. Он верный союзник Казахстана. И как президент Казахстана я очень рад, что у меня близкие отношения с Путиным. И в Кремле, в свою очередь, заявляют, что отношения Москвы и Нурсултана, цитата, безусловно, остаются дружественными.